Говорят, что нет профессии ближе к Богу, чем врач. История христианства насчитывает немало имен святых целителей, прославленных церковью. Особо почитает со славянскими народами святой великомученик Пантелеимон Целитель. Он врачевал при дворе императора Максимиана, безвозмездно лечил страждущих, больных и нищих, посещал в темницах узников. Святые врачи-бессребренники – братья Косьма и Дамиан. Молитвой и отварами исцеляли они даже самые тяжелые недуги. К целителям приходило великое множество больных. Чтобы быть доступнее для болящих, братья сами шли навстречу пациентам, переходя из города в город. Святые были убеждены – раз они даром получили благодать от Бога, то даром должны и раздавать ее. И, конечно, очень популярен в народе святитель Лука Крымский – практически наш современник. Блестящий хирург, руководитель главной операционной в Институте неотложной помощи Ташкента, автор книги «Дух, душа и тело». Он провел 11 лет в лагерях и ссылках и всю жизнь спасал раненых и оперировал больных. Показал современникам пример сочетания служения архипастыря и врача. Однако есть и в наши дни последователи легендарных целителей, которые делают Божье дело, спасая, даря надежду. Уважаемый Борис Владимирович, Вы дважды спасали меня от адской боли. Спасибо Вам за чуткое сердце, золотые руки. Я кланяюсь Вам и Вашему персоналу до самой земли. Храни Вас Господь. Роман Авараиса, город Северодонецк. Уважаемый Борис Владимирович, низкий Вам поклон и огромная материнская благодарность за здоровье моего сыночка. Спасибо Вам за Ваши золотые руки и доброе сердце. У Вас замечательный и внимательный медперсонал, и это тоже Ваша заслуга и частичка Вашей души. Пусть хранит Вас Господь. Семья Федорог, город Горловка. Вы влили в нас, пенсионерам, надежды еще на долгие годы жизни присутствия в Вашем отделении духовности. Вы создали сплоченный, грамотный персонал. Спасибо за все. Нам нужны такие выдающиеся врачи, которые ведут к свету и здоровью. Да благословит Вас Бог. Будьте на Слове медицинском посту. Еще долгие-долгие годы и многие лета. Я ни минуты не сомневалась, что сделала правильный выбор. Доверю свою жизнь Вашим милым рукам и благородным сердцам. Спасибо за мое выздоровление. Ищенка Нелия Ивановна, Московская область, город Люберцы. Енакиево. Обычная городская больница номер 7. Травматологическое отделение номер 1. Заведующий Борис Стинский. Имя этого доктора известно всем, кто был прикован к костылям или инвалидной коляске. Через 4 недели ты берешь в руки трость и с тростью ходишь 2 месяца, это вот еще 3 месяца. Приезжаешь к нам, мы повторяем снимки. Спасибо большое. Каждый день он в клинике с 6 утра, где его ждут те, кто проделал долгий путь, чтобы получить консультацию, назначить лечение. Очень хороший, очень добросовестный. Врач вообще-то, он от Бога просто, я думаю, он от Бога человек. Таких врачей раз-два и обчелся. Я более золотого коллектива не видел. Вера пациента в лечебный процесс и вера именно во врача улучшает сам эффект от лечения приблизительно на процентов 20-30. А вера в Бога улучшает сам лечебный процесс на 100-150%. Не могла встать на ноги. И благодаря этому доктору я сейчас живу. Так что это действительно человек, наверное, Богом даден, чтобы можно было здесь делать операцию. За более чем 40-летнюю врачебную практику через золотые руки Бориса Стинского прошли десятки тысяч пациентов. Среди них были самые разные люди. Но одна встреча особенно запомнилась и стала судьбоносной. Мое мировоззрение, мое это перевернуло, конечно, знакомство и общение с батюшкой Зосимой. В 1995 году я его лечил и наблюдал его до его кончины с 1995 до 2002 года. То есть он меня духовно окормлял, я помогал ему сносить физические недуги. Когда мы с ним познакомились, у него было очень сильное обострение, он не ходил. Ну, я как-то так, не подумав даже, взял на себя смелость, говорит, батюшка, да ничего, не волнуйтесь, мы еще с вами на Афоне побываем, мы в Иерусалиме побываем. И Господь дал действительно так, управился, чтобы батюшка скомпенсировался. Вот мы побывали на Афоне, это вот фотография как раз, где батюшка в Сеордании идем. Батюшка там окунулся в Иорданские воды, идет счастливый, радостный. В народе говорят, что такие люди, как Схерхим Андрис Зосима, рождаются раз в столетие. Верующие почитали его, как старца и прозорливца. Отец Зосима был духовником Донецкой епархии. К нему, как к врачу, ехали лечить душу, и никто не уходил от батюшки без совета, наставления, доброго слова. Стараниями отца Зосимы в селе Никольском построили свято-успенскую Николо-Васильевскую обитель. На территории монастыря, в маленькой часовеньке, и был похоронен батюшка. Когда очень тяжело, и духовным наставникам мой остается батюшка Зосима. Он мне так и сказал, когда тяжело, приезжай. Я приезжаю, возле часовеньки постою. Когда очень тяжело, не захожу, чтобы батюшку не грузить. Когда полегче, захожу туда, час-полтора, один с ним. Получаю все ответы, все свои вопросы. Борис Владимирович старался сделать все, чтобы облегчить болезнь батюшки. В палате, где лежал отец Зосима, все сохранили без изменений. Вот его книги, а вот иконы, которые он осветил и подарил отделению. Батюшка, даже находясь в больнице, не мог быть просто пациентом. И всегда помня, что он, прежде всего, проповедник и пастырь, старался утешить людей вокруг себя. Была такая ситуация, когда была тяжелая травма на шахте. Там несколько человек были убиты, погибли и привезли нам тяжелых шахтеров. Сделали операцию, прооперировались, все удачно, но эмоциональное состояние их было, конечно. Я захожу к батюшке в палате, я говорю, вот сделал, он говорит, не волнуйся. Я пошел в операционную, он зашел в палату, кого-то покрестил там на месте, кого-то причастил, исповедовал там все. И когда приехала государственная комиссия, их четыре человека лежало в палате, они за себя не говорили, они говорили за погибших, они говорили за членов их семей, детей и прочее, прочее. То есть вот на моих глазах мышление людей перевернулось. Ну и сотрудники в отделении стали совершенно другими отношениями, и все. То есть батюшка не навязывал это ничего, он это все делал достаточно тактично. Батюшка Зосима был прозорливым. Именно по его благословению Борису Стинскому было суждено остаться работать в Украине и спасти еще сотни жизней. Я хорошо запомнил ситуацию, когда я приехал к нему, у меня было предложение работать за границей. Хороший контракт был, все, я такой радостный, думаю, батюшка, я правда. А батюшка сидит на кровати, я говорю, батюшка, благословите меня, у меня контракт за границей. То есть он взял посох под спинями, езжай в инаке, ты врач для бедных. Вот это единственный разговор был у нас на эту тему. С тех пор я больше о денежках не замышлял. Пусть не мир, не добрая слава действительно прекрасной клиники, уникальной в нашей стране. То, что вы делаете, трудно оценить. Поверьте, Всевышний все видит, и вам за этот благородный труд воздастся. Так держать. Семья Яковлевых, Донецк. Счастье – это когда у тебя ничего не болит. Спасибо вам, Борис Владимирович, за то, что вы возвращаете людям частичку этого счастья. С благодарностью низко кланяюсь перед вами и созданным вами коллективом медиков, выполняющих так четко и профессионально свой христианский труд. Ерохин Борис, город Брянка, Луганская область. Знаю, что высказанное мной ваши пациенты сотни раз говорили и, надеюсь, будут повторять еще и еще. Но, тем не менее, хочу выразить огромную признательность вашему коллективу отделения во главе с прекрасным и мудрым специалистом Борисом Владимировичем Тинским. Уважаемый Борис Владимирович, от всей души хотим посвятить вам эти строки. Мы слов признательных немного хотим сказать вам от души. Про то, что доктор вы от Бога. И что как медик хороша. О том, что вы умелы в деле. И врач вы просто высший класс. Что время слева преуспели. И это правда. Беспрекрасно. Врач для бедных. Именно так, в самом хорошем смысле этого слова, стали называть Бориса Стинского его пациенты. Многие из них приезжают к Енакиевскому травматологу с последней надеждой. Так однажды сюда привез своего сына и Олег Николаевич. Мальчик попал в ДТП и получил серьезную травму руки. В донецких клиниках настаивали на ампутации. Но Борис Владимирович взялся лечить. Его там не приняли. Сказали, через неделю приедешь. Нет мест. Через неделю приехали, они снова его не приняли. Говорят, здесь уже поздно и так далее. Поэтому после этого мы сразу привезли его к Борису Владимировичу Стинскому в отделение. Он немедленно его положил. Положил в отделение. Сделали операции. Парень сейчас чувствует очень хорошо. Ему заменили связки. Сделали кисть. Нина Павленко перенесла две операции во Франции. Третью решила делать у нас. Женщина говорит, что разницы в уровне медицинского обслуживания не почувствовала. Просила, чтобы меня Господь привел, стопы мои направил туда, куда, ну, к врачу, который бы мог помочь мне. Потому что я до того мучилась, я до того мучилась. У него просто белый свет уже был. И все-таки я попала к своему врачу. Все будет хорошо. Он всем сочувствует, он всех берет, он никому не отказывает. И слава Богу, что есть такие врачи. И большой разницы я не вижу, чтобы там вот сказать, вот там делали. Все тоже. Валентина Нейнко страдает артрозом. Тазобедренные суставы женщины разрушились. Она жила на уколах. А врачи пророчили скорую инвалидность. Мне никто не давал, что я буду ходить. Мне перспективы давали, что я года два и сяду на коляску. Но благодаря ему я теперь хожу, живу. Я на второй день встала после операции. Я не чувствую боли. Так что жизнь моя, наверное, продолжается. Можно жить. И я вот после этой ноги, у меня еще вторая болит. Возможно, год пройдет, пока все устаканится. Я приду еще одну. Дай Бог, Господи, дай Бог здоровья. Максим страдает артритом. Для парня подошло время менять суставы. Уже через несколько дней после операции он начинает ходить. Говорит, что врач хоть и строгий, но если выполнять все его указания, выздоровление наступает быстро. Все, я смотрю, очень сильно уважают медсестры. Все даже, как можно сказать, боятся. Как, ну, такой строгий очень. А так, как он врач, золотые руки. Тут, ну, видите, какое самое отделение. Тут и палаты все красивые, и все на высшем уровне. Для каждого пациента его исцеление – маленькое чудо. Для врача – ежедневная работа. Однако были в практике Бориса Остинского случаи, которые поражали даже опытных врачей. И в сложных ситуациях Борис Владимирович еще и еще раз убеждался. На всю воля Божья. У нас была ситуация, когда ребенок пяти лет попал под поезд, собирал бабушки в уголь. Ему отрезало правую половину, руку, ногу и половину таза. А я здесь живу недалеко, мне позвонили. Ну, прооперировали, спас его. Ну, потом полчеловека. Мама в тюрьме, папа в тюрьме. Я к батюшке в палату захожу. Батюшка, я говорю, наверное, кощунство. Я говорю, ну, наверное, лучше бы ему было. Он говорит, даже не говори. Господь все управит. Ну, и получилось так, что концерн. Потом ребенка взял в Плесково. Ребенок закончил школу. Немцы его протезировали. К сожалению, у меня здесь нет. Ну, мальчик закончил школу, получил образование. То есть Господь управит. Отделение, которым заведует Борис Владимирович, мало похоже на наши больницы. Здесь хороший ремонт. В палатах новая мебель. На стенах висят иконы, фотографии и картины. Они появились по инициативе благодарных пациентов. Борис Истинский не любит слов спонсоры и меценаты. Называет их просто – добродеятелями. Вокруг Бориса Истинского всегда много молодых врачей. Он легко делится знаниями. Щедро передает свой опыт. Причем как профессиональный, так и человеческий. Первый шаги как хирург я, так сказать, проводил под руководством Бориса Владимировича. Первую операцию я с ним прошел, так сказать. То есть азы хирургии он мне дал. Но основные качества, которые он мне дал, которые он мне привил, это человеколюбие и сострадание к пациентам, сострадание в общем, к человеку. То есть это основные качества, которые я у него постоянно стараюсь копировать, подражать и впитывать, так сказать, самое лучшее, то, что он несет в обществе. Он никогда не останавливается на достигнутом. И мы в том числе, как его команда, как его ученики, стараемся не отставать. Огромная энергия, огромный жизненный потенциал. Опять же, неуемность профессиональная, человеческая, огромное трудолюбие и желание помогать людям. Столько много работы, столько больных и тяжелобольных. И всегда человек в бодром духе и полон сил. То есть хороший руководитель. И самое главное, что он может организовывать весь коллектив. Я думаю, что если бы не было такого человека, то этого отделения бы никогда не было такого порядка. В воскресенье выходной, но доктор все равно приходит в отделение, делает обход. То есть для Бориса Владимировича выходных нет, можно так сказать. Ортопед-травматолог Олег Сбукарь специально приехал из Харькова, чтобы перенять опыт у знаменитого врача. А заодно применить в своей клинике принципы работы доктора Стинского. Борис Владимирович обстоятельно и вдумчиво рассказывает о случаях из своей практики. Сейчас вам с Европы, с Америки дадут конструкции, которые залежались. Вам нового никто ничего не даст. Это дорого очень. Поэтому не делает резкого крена. Так и получилось. Пошли пластины, пошли несращения. Я до сих пор помню, академик Шрутко говорил, переломы перестали срастаться, когда их стали лечить. Бывает криво, косо, но перелом срастется. Когда стали лечить, они перестали срастаться. Я живу уже более 10 лет в Италии. Почти 3 года имела проблему с коленным суставом. Тяжело было переносить боль. Спасибо за чудесное исцеление. Золотые руки докторов. Гнедышева Елена, Рим, Италия. Спасибо за себя, за всех людей, которых вернули к жизни. Храни вас Господь. Голикова Галина, город Снежное. В операционной профессионалы высочайшего уровня выполнили свою работу безукоризненно и абсолютно безболезненно для меня. Операция, проведенная как раз в мой день рождения, стала настоящим подарком. Боже, какое здесь терпение, какая сила духа, благодать и вера в ваш храм. Он так красив и так надежен. Пусть и на работе, и в вашей личной жизни все складывается только с любовью, огромной, чистой, всеисцеляющей. Сегодня, уже имея целую плеяду своих воспитанников, Борис Владимирович с теплотой и уважением вспоминает о своем учителе, великом Гаврииле Элизарове. Енакиевский врач был одним из первых, кто внедрял в Украине его метод и наблюдал, как виртуозно его учитель лечил знаменитого альпиниста Карла Маури. Его больше 20 раз оперировали в разных странах мира. Германия, Англия, Америка. У него нога была на 16 сантиметров короче. И когда Сенкевич плыл с ним на Ра, с Туром Хейердалов, он обратил внимание и говорит, у нас есть чудесный, кудесный доктор, давай мы с тобой туда. Он говорит, ну, что такое курган? Я, говорю, слова такого не слышал. А везде оперировался. И он приехал. За полгода ему сделали все. Меня больше всего поразило. Он состоятельный человек, жена у него симпатичная, молодая такая. На площади в Центральном кургане он встал на колени перед памятником Ленина. И говорит, понимаете, если бы я не был свидетелем, я, может быть, это не верю. Ну, и он сказал дословно. Он говорит, вы понимаете, только вот эта система, только вот это вот отношение все может давать вот таких гениев ортопедии. Он назвал Миколанджело ортопедии. Батюшка Зосима при жизни призывал своих духовных чад. Спешите делать добрые дела. Жизнь слишком коротка. Помня об этом, Борис Стинский каждый свой день проживает по максимуму. Ежедневно проводит по 6-8 операций. Принимает всех, кто едет к нему. Взращивает себе достойную смену. Более ста его учеников работают в Украине и за рубежом. Этот человек просто счастлив, потому что Божий дар врачевать он реализует каждый день, помогая простым людям, как того хотел Батюшка Зосима. Субтитры создавал DimaTorzok